Есть такой Равин, его зовут Бенджамин Класско, и он приглашает к себе домой, у него огромный living room, и он приглашает каждый шаббот, у него дома по 50, по 60 человек, людей, которых он не знает. Молодые ребята, девушки приходят, и у него был один интересный кейс, он помогал девочке, которая была Ютума, Ютума не имела ни папу, ни маму, и он их помогал очень хорошо, и до тех пор, пока она уже, слава богу, стала, сделали шинихори, как это сказать, engagement. Они стали танцевать на engagement, и через некоторое время, конечно же, для него это было очень большой, радость, что он помогает этой девочке, и через некоторое время ему звонят, эта девушка, и говорит, что у меня свадьба, я надеюсь, что вы придете, но конечно приду, когда у тебя свадьба? Она говорит, следующий вторник. Какой следующий вторник? Я говорю, следующий вторник, я должен в Польше быть? У меня, говорит, группа, где-то 40 мальчиков, девочек, которые приближаются к богу, и я, как могу оставить это свое, это все уже заказано, все сказала бы раньше? И она положила трубку, через некоторое время ее жених звонит, говорит, Халфаджон, вы не поняли, говорю, что? Что она имела в виду? Он говорит, она имела в виду, что вы подхупу ее принесли подхупу, нету, папа, мама, нету, она только вам доверяет, вас любит. Он говорит, я очень большой, но что я могу сейчас сделать? Я должен лететь в Польшу. И он говорит, я был в Польше, это был такой, это не помню, какой там город, единственный город, который, говорит, имеет еще вот этот концентрационный камп, то есть концлагерь. И там был вот этот экспириенс, ребятам стал говорить на тему, то, что с тобой стало, что с тобой сделали, и там, говорит, царапины людей этих на бетоне, на стенах, царапины, люди царапали стены, не могли выйти. И тем более, это группа, которых есть там, бабушки, дедушки, которые, они все выходцы из Европы. И он говорит, давайте, когда после того, как этого, моего спича, давайте все поставим голову на эту стену и будем молиться Богу. И он говорит, все поставили голову, все стали плакать, все стали этот, рыдать. И он говорит, я тоже поставил свою голову и подумал, вот сейчас я стою тут и плачу над людьми, которые ушли отсюда 75 лет назад. А в Нью-Йорке ждет меня живой человек, которым я, которым во мне нуждается. И он говорит, я закончил свою молитву, сделал решение, я полечу в Нью-Йорк. Я, говорит, сразу же иду в аэропорт, беру билет в JFK, звоню своей жене. Не было там дилеев, слава Богу, говорит, звоню своей жене, она в аэропорту ждет. Я с собой лагерь вообще ничего не взял, чтобы тоже не ждать. И она меня в аэропорту ждет, садимся, прямой в Боро-парк, там была свадьба. И он говорит, за 15 минут до хупы, у Ашкеназа до минут все рассчитано. Это у нас, говорят, 7 часов проходив, 2 часов потом хупа становится. И он все рассчитанно по минутам, он говорит, за 15 минут до хупы стучаться в комнату невесты. Невеста жениха не видит еще, жених невесту не видит еще. И открывает дверь, и она говорит, у нее стало такое радостное. Конечно же он проводит ее под хупу, делают свадьбу, радуется на свадьбе туда-сюда. Он сразу же берет билет обратно в Краков и летит обратно в Польшу. И провел шаббат уже со своей группой обратно-таки. И, конечно, его ученики сказали, вы нас много так учите, но то, что ваше дело сделали, намного нас учит. К чему я это говорю? Что поменяло идею Рава Бенджамена Клецкого? То есть, что он сказал? Я не могу. На самом деле он не может. Что важнее? 40 людей, которые приближаются к Богу? Или же невеста, которая станет невестой? Окей, он ее проводит. Другой Равин. Много, немало хороших людей в Нью-Йорке. Родственники, может быть, какие-то есть, двоюродные, я не знаю, может быть, нету, но немало людей хороших, которые могут помочь. Что ему поменяло, вот его мнение, он тут стоял и сказал, нет, все, я должен полететь. На этой неделе мы читаем очень интересный момент. Обратно, это мы, наша Тора, это не история. Тора, это обязательно что-то мы должны научиться. И Яков остался один. Стало темно, Яков остался один. И с ним начинается бороться Иш, человек. Ангел, говорят, ему адра, дажахар. До восхода солнца. То есть, всю ночь борются с ним. Вы ярки, ло, яхол, ло, вид, что он не может. Ло, 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 и он сказал, он сказал. Никто, не написано, кто кому что говорит. Ты должен угадывать, кто что сказал. Ангел что сказал, Яков что сказал. Почему Тора не говорит? Ангел сказал так, Яков сказал так. Ангел сказал так, Яков сказал так. Написано, он сказал ему, он сказал ему. Он сказал ему, кто это, кто сказал, что сказал. Почему я должен гадать? Почему Тора не скажет, кто кому что говорил? Какое твое имя, благослови меня, и так далее, и тому подобное. С тобой человек пришел бороться. Зачем тебе благословение нужно? Да, избей, еще сверху дай по башке и уходи. Все, хазак-варух, ты победил. Зачем тебе его благословение? Много объяснений, как всегда. Тора он объясняет, что Яков остался один. Раз один, никто с ним уже не был. С кем он боролся, он боролся самим собой. Остался один сам собой. У каждого из нас бывают моменты, когда мы остаемся самим собой. Один на один. К сожалению, в Нью-Йорке сегодняшний день это очень сложно. Один остаться сам собой. Почему? Потому что мы не можем оставаться самим собой. Мы сразу должны взять телефон на руки. Сам собой, чтобы не остался, не дай бог. Мы должны обязательно пойти что-то, телевизор посмотреть, видео посмотреть, телефон, что на фейсбуке, что на инстаграме, что на этом смотреть. И только одному, только не оставаться. Яков Авину остался сам самим. И он стал самим бороться. И он сказал, Яков, you're not worthy. Ты ничего не стоишь. Ты аферист. Ты брата своего обманул два раза. Яков Авину, он его, Асав, поэтому называет. Его понял? Я теперь понял, почему вы его Няков называли. Потому что он меня два, он своему папе говорит, он два раза меня обманул. И Яков, он живет с этим. Что я могу с этим сделать? Один на один остался. И он должен теперь сам самим бороться. К сожалению, у нас сегодня есть такая проблема, что молодежь убегает от себя. Как они убегают от себя? Некоторые говорят, давай будем пить, выпьем. Выпьем, чтобы забыть, чтобы не думать про все проблемы. Некоторые говорят, давай закурим. Начинает курить разную ерунду. Давай закурим, давай. Проблемы зато кайфанут. Знаете, был кейс, а муце шаббат. Когда был на шаббатоне, человек, вот этот презентер, он очень большой врач, занимается с людьми, которые имеют аддикшн. И он сказал, одна жена мне позвонила. Слушайте внимательно на это. Одна жена, я ее мужа третую, жена мне позвонила и сказала, хватит уже его лечить. Он говорит, что стало, у вас что, деньги закончили? Что проблема? Она сказала, нет. Потому что сейчас ты его лечишь, он стал угрюмым. Он перестает брать эти вещи. До этого он был спонтаненен. Он меня возил в ресторан, он покупал разные вещи. Он это, он то. То есть, он не был самим собой в ладах. Ему обязательно нужно было курнуть, чтобы в себя прийти, чтобы купить, уходить, ухаживать. Но она говорит, я не могу с таким человеком жить. То есть, сейчас он угрюмый, перестань, пусть он продолжает курить. Или нюхать, я не знаю, что он там делал. Человек, об этом я сейчас стал говорить. То есть, проблема, человек, не дай бог, не дай бог, не дай бог, какая-то болезнь сверху Бог тебе дал. Да, нужно снять, это тяжело. Тяжело, как вы говорите, это болеет, тот болеет, тот болеет. Но человек, который болезнь сам себе покупает, это не знаю, какой глупости человек может быть. Потому что он не может сам с ним остаться. Она не может сам самой остаться. Разницы нету, ты религиозный, разницы нету, ты имеешь папу, разницы нету, у тебя проблемы дома, разницы нету, у тебя тяжелая жизнь. Если ты сам с ним не можешь остаться, не можешь сам с ним сказать, что ты хороший парень, ты хорошая девушка, у тебя все нормально. К сожалению, люди говорят, что марихуана это не проблема, это нету, человек может выйти из этого, но 50% коек в рехаб, это люди, которые используют марихуану. Старый big deal вроде, марихуана думает, что тебя человек не убьет. Но 50% коек, я это ставлю на видео, и пожалуйста, comment, если вы не согласны со мной. Рехаб, это люди, которые используют марихуану, которые только начали использовать ее, просто кайф, что такое, я с другом сижу, что не мешает. Подружки, подружки встретились, а ничего страшного, вместе, мне неудобно. И знаете, это, к сожалению, у нас нету силы иногда сказать нет. Вот бывало, вот я у Амака дома сидели, да, слава богу, вы знаете, как он на стол накрывает. Я знал, что я буду за рулем, я знал, что до этого день выпил. Все пили, все кайфовали, я наливал, я не пил. Я сказал, я не буду пить. Это Диму сказал, ты что не мочу, почему ты, ради него, ради... It doesn't matter. Ты должен уметь быть самим собой в ладах, и должен сказать, мне разницы нету к твоей опинии. Ты можешь возле меня курить, ты можешь возле меня пить, но меня это... Я не чувствую ступидность того, что я не пью возле тебя, или не курю возле тебя. Потому что я знаю сам себя, я в ладах самим собой. Яков Авину, почему он сказал, благослови меня? Он сказал своему enemy, который против него, он сказал, хватит. Ты меня до сих пор вел за нос. Stop now. Благослови меня. Оставь меня в покое, благослови меня, и оставь меня, не нужно со мной бороться. Я тебя победил. Он победил его, держал его. Кого? Самого себя. Он сказал, теперь ты должен меня благословить. Он сказал, как тебя зовут? Яков. Он говорит, это не Яков, Яков. Он говорит, Яков, я, Яков, я тот самый аферист, который взял у своего брата первородство украл. Который взял у своего брата благословение украл. Тот самый Яков, это Экев, это аферист. Он говорит, нет. Посмотри на себя. Как его назвал? Исраэль. Яшар Эль. Ты прямой с Богом. Ты совсем другой. Ты прямой с Богом. Ты можешь перед собой встать. Посмотри на себя. Ты сын Бога. Ты сделан по подобию Бога. Ты не должен себя плохо чувствовать, думая, что я все могу. Я сильный. Я умный. Я хороший. Я цадик. Я делаю митцвод. Ты подобен Богу. Ты создан по подобию Бога. Ты видишь только афериста, когда смотришь в зеркало. Посмотри на Бога, когда смотришь в зеркало. Ты не Яков. Ты не тот самый аферист. Ты уже Яшар Эль, Исраэль. Ты прямой человек. Ты можешь это пройти. Ты не должен доходить. Каждый человек, который заканчивает быть наркоманом, заканчивает быть алкашом, никогда не начинал, чтобы закончить быть наркоманом. Или закончить быть алкашом. Начинал с чего? О, хорошая компания. Давай выпьем. Потом тихо-тихо до того привык, что нет хорошей компании. Ну все, давай все равно выпьем. Дошел до каких пор. О, уже кушать тоже нет. Денег не осталось. Whatever. Давай выпьем. То же самое с наркотиками. То же самое. Знаете, сколько семей. Сколько семей молодых ребят, молодых девушек, которые имеют все в жизни. Только решили побаловаться, заканчивают рихаб. Папы, мамы. В воскресенье у меня, вот я на видео ставлю. В воскресенье у меня и шло парня, которому 38 лет умер, 30 дней. Уже успел и в тюрьме побывать, уже успел и жениться, и развестись, и оставить жену без мужа, оставить ребенка без отца, оставить папу, маму без этого, оставить брата без брата. Что тебе не хватает, человек, который родился в Америке, который живет в Америке, пусть оставься, родился в Америке. Что тебе в жизни не хватает? Ты проснулся у себя в квартире, в тепле, или даже не в тепле. У себя в квартире есть люди, которым негде спать. Ты проснулся, ты можешь пользоваться проточенной водой. Мы все с Бухары вышли, с этих сторон. Мы знаем прекрасно, какие там были вот эти умывальники, какие были эти туалеты, откуда мы вышли. Мы все прекрасно знаем, откуда мы вышли. Почему мы не можем, как Яков, сесть с собой, один на один и победить самого себя, увидеть в себе Бога. Ты сын Бога, ты дочь Бога. Бог, Яков, побеждает самого себя. И когда Он сказал, как тебя зовут, Он сказал, нет. Потом Он спросил, как тебя зовут. Он сказал, зачем спрашиваешь мое имя. Снова убегает. Ты не должен убегать, когда ты уже встал и сказал, что Я сын Бога. Я сильный. Я могу это сделать. Я могу уйти от этих друзей. Я могу уйти от этих вредных привычек. Или если мне друг очень важен, я могу остаться с этим другом и сказать, нет, знаешь, я с тобой не пью. Хочешь петь, я с тобой не буду курить. Хочешь курить, хочешь нюхать, хочешь варебу, пожалуйста, но оставь меня в покое. Я сильный. Я сын Бога. Я могу это сделать. Когда обратно спрашиваешь. Потом мы говорим, что основа, не дай Бог, человек спотыкается и падает. Человек должен быть очень сильным. Мы в нашем поколении должны уметь не зависеть ни от чего. Люди нашего поколения будут жить больше, чем сто лет. Потому что врачи и лекарства, они продлевают человеку жизнь. Но вопрос, как ты будешь жить? Ты будешь сто лет жить? Но ты будешь жить всю жизнь в зависимости от наркотиков, в зависимости от этой самой водки, в зависимости от плохого влияния, или же ты будешь жить здоровую жизнь? Будут тебе родственники приходить и говорить, эй, Бечора, какой хороший парень, так жалко. Знаете, сколько людей придут на ушво? Будет полный зал друзей молодых, которые приходят, и они, к сожалению, у них все глаза тоже блестят. И они что говорят, не говорят, что он был плохой парень? Или плохая девушка? Хороший парень. Но его нет. Что делать папе и маме? Что делать дочке? Что делать жене? Что делать братьям и сестрам? Что делать родственникам? Вот это нужно говорить, как будет 300 человек нишуа. Вот эти слова. Вы знаете, Даша? Вот так нужно втратить. Дорогие друзья, я уже много разговариваю, но это недельная глава. Я вам просто раскрыл одно предложение Торы, одно предложение Торы и одну часть. Я имею в виду одно объяснение. Торай со бюрофул. Работает Торай такая современная. Если мы думаем, что мы уже современные, я знаю лучше. Я смогу. Это окей. Я могу в любое время бросить. Я могу в любое время. It's not true. It's not true. В конце концов, ты будешь вором. В конце концов, Тора говорит, парень, который пьет вино, ему еще 13 лет нету, кушает мясо, ворует у родителей, убей его сейчас. Ага, маленький ребенок, 12 лет, зачем убить? Убей сейчас. Почему? Потому что он вырастет. Он будет красть, он будет убивать. Потому что у него уже появился что? Addiction. Addiction. У него есть addiction. That's difficult. Он начнет убивать. Не из-за того, что он хочет убить. Не из-за того, что он убийца. Он будет мачбур. Потому что ему нужно сейчас колоть. Ему сейчас нужно понюхнуть. Ему сейчас нужно это. И поэтому он был вынужден будет что? Украсть. Он будет вынужден сидеть в тюрьме. Он будет вынужден, что его жена ненавидит, его дети ненавидят. Но это не его fault. He's a good guy. Работай. Сколько митцвот? Я очень долго говорю, но это очень оболевшее. Это всего лишь одно предложение Дельной главы. Это был Яков Авину. Это был святой из святых. И ему нужно было бороться с собой. Каждый из нас. Яков наш отец. Каждый из нас он поборолся. Он победил. Он стал хромым. Но он победил. От войны человек. Сто процентов никогда не выходит. Даже Яков Авину вышел хромым из этой войны. Да. Нужно делать sacrifices. Но мы можем победить. Я призываю всех. Уметь бороться и победить. Бару Хазуна, Илова.